здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем шапку быструю за за час буквально за вечер не смотрите что у меня клубки вы можете использовать остатки любой пряжи которую у вас я вижу из толстой которая у меня 100 метров 100 граммов 110 вот видите вот это вот акрил шерсть и вот это которую я а это у меня 70 метров 100 граммах видите даже так это такая и однотонная вы же можете комбинировать как угодно девчонки на ваше усмотрение двое спиц одни спицы три с половиной миллиметра для резинки и основные спицы шесть с половиной миллиметра первым делом набираем на тонкие спицы 60 петель на одну спицу вот набрала я 60 петель и далее вяжем резинкой 1 1 1 петлю снимаю далее 1 лицевая 1 изнаночная и таким образом мы вяжем 4 ряда резинка 1 на 1 вот смотрите у меня провязано 4 ряда для мерить сантиметра это три сантиметра у меня пятый ряд вяжем лицевыми петлями и так один ряд я провязала теперь переходим на толстые спицы и вот эту другую пряжу я просто и мы будем пряжу чередовать поэтому я привязываю не эту оставляю будем чередовать так первую петлю теперь смотрим внимательно первую петлю я снимаю вторую провязываю а третью провязываю не в петлю а вот под петлю под вот этот вот узелок потом одну нормально провязываю вторую под петлю так чередуем за ряда до ночная петля следующий ряд 2 ряд это второй ряд вот этой вот другой нитью мы вяжем лицевыми петлями просто обычно без без вот этих вот заходов на нижних на нижний ряд так далее берем основную нить скажем таким вот образом теперь вяжем то же самое но первую петлю снимаем и вторую вяжем под петлю то есть наоборот сливая под петлю лицевая то есть если вот эта вторая нить у нас первую петлю мы провязываем со второй вяжем под петлю вот здесь вот видно то в основной нити мы первую вяжем под петлю а вторую вяжем нормально наоборот в шахматном порядке запомните себе эту последовательность ну и потому что чтобы не попутать потому что потом узор сместится будет сбой в узоре и он уже не будет так выглядеть сейчас я вижу до конца ряда этот ряд у меня заканчивается лицевой петлей так следующий ряд я буду вязать просто лицевыми вот по сути весь узор следующий ряд я вяжу лицевыми петлями так мои хорошие показываю узор на светлых нитках чтобы вам было видно потому что начала монтировать видео и обалдела так первый ряд после резинки я вам сейчас буду показывать и расскажу первый ряд после резинки лицевыми петлями основной нить вы заметили поменяла стол и тоже лампа у меня и вот я не могу понять почему но она отсвечивает и вообще в видео ничего не видно здесь привязываем нитку поэтому до снимаю еще кусочек чтобы вам был понятен узор потому что я эти это вниз и сам и сама ничего не поняла к сожалению так жалко завтра пойду в магазин электро советоваться шушь мне делать значит второй ряд дополнительная нить одна лицевая вторую петлю провязываем отсюда на ряд ниже лицевая на ряд ниже лицевая наряд ниже последняя петля изнаночная и второй ряд лицевыми петлями не могу подошу ж такое как же я теперь снимать буду а шапку же сняла мне жалко шапка то классная мне жалко этого видео поэтому решила таким вот образом вы уж меня простите девчонки я это все дело отрегулирует так и второй ряд по два ряда каждого цвета здесь запоминаем что этой нитью мы начинаем вязать на ряд ниже со второй петли вернее с первой петли после кромочной второй нитью со второй петли после кромочной шахматном порядке второй ряд лицевыми опять же вот таким вот образом мы меняем нити здесь у нас мы первую петлю после кромочной провязываем вторую вяжем под петлю вот это весь нашу вот те же лицевые петли только через одну изнаночный ряд лицевыми петлями продолжаем вот всю шапку вяжем и вот этим вот узором смотрите провязала я 20 сантиметров от начала вязания и будем делать сокращение вот эту нитку я уже обрежу розовую она мне уже здесь не нужно сокращать будем на и простейшим способом первую петлю снимаю далее вяжу по 2 вместе провязываем до конца ряда изнаночные у нас осталось ровно половина петель изнаночный ряд вяжем лицевыми петлями так лицевом ряду снова по две петли так ну и вот эти вот две вместе я провяжу теперь в изнаночном ряду по сути уже можно и стянуть все но я еще изнаночном ряду изнаночными провяжу еще раз по 2 вместе чтобы совсем уже у меня осталось пару петель и все теперь я беру крючок чтобы не обрезать нить девчонки переснимаю на крючок все оставшиеся петли да конечно можно сделать иглой но я пытаюсь упростить теперь беру нить захватываю и протягиваю через эти петли затягиваю и закрепляем таким вот можно иглой девчонки на ваше усмотрение складываю лицевыми стороны лицевой стороной вовнутрь шапку и крючком сошью ее за кромочные петли так что хочу сказать девчонки напишите мне пожалуйста в комментариях хотите ли вы вот таким вот узором снуд чтобы был комплект нужен вам не нужен я буду ориентироваться на ваше как бы на ваше мнение чтобы я тоже лишнего не вязала если нужен я сделаю мастер-класс чтобы комплектик у вас был вот и еще напишите в один оборот в два оборота как бы как манишку или как как снуд как вы хотите или шарф может быть так что напишите мне пожалуйста ваше мнение чтобы вы хотели к этой шапке так здесь пока я вот оставлю а возьму вот эту нить которая у меня была осталась от набора начну здесь вот чтобы здесь обрезаю нить все девчонки у меня час 45 так что за вечер сделайте ревизию своих остатков не так ушло 100 граммов 50 и 50 вот такая у нас сегодня а на этом девчонки все напишите мне хотите ли вы шарф снут или не знаю или манишку напишите что вы хотите вот на этом все девчоночки мои хорошие вами была вика и школа рукоделия пока пока